Добрый вечер, уважаемые коллеги. Спасибо, что пришли на мой доклад, спасибо, что остались. Надеюсь, вам понравится. Сегодня я вам расскажу про data quality, что это такое, зачем оно нужно и с помощью каких инструментов можно его сделать на проекте. Но пару слов обо мне. Меня зовут Алексей Чумагин, я QA, не data engineer, а QA, давно уже, с 2009 года. В компании Provectus тоже работаю довольно давно уже, в апреле будет 8 лет. И являюсь head of QA, то есть отвечаю за организацию тестирования во всей компании. Также я создатель казанского чата тестировщиков. Кто знает такой город Казань? О, круто! Да, Provectus на самом деле, да. В Анталию переехал из Казани. И я уже как два года являюсь data quality enthusiasm, что это означает, что я продвигаю качество данных, говорю об этом везде, на всяких конференциях, пишу статьи, в LinkedIn веду топики. Так что в конце будет моя ссылка на LinkedIn, подключайтесь, будет интересно. Ну и да, спикер, каким я сейчас являюсь, ментор и контрибьючу в open source по-всякому. Итак, что же такое data quality? Вообще, на самом деле, ну вы знаете, наверное, что quality и тестирование — это немножко разные вещи, но так получилось, что мы убрали слово «тестирование» и все называем quality. QA, QA, там тестировщикам QA им называют, хотя тестировщик и QA инженер — это разные вещи. Так вот, тестирование и QA — это в первую очередь процесс. Процесс, когда вы убеждаетесь, что ваши данные соответствуют вашим требованиям. Эти требования вы можете… их может и не быть, поэтому вы их берете откуда-то из головы, либо где-то клещами из кого-то вытаскиваете. Но, тем не менее, качественные данные — это те данные, которые соответствуют вашим требованиям. Почему вообще важно иметь качественные данные? Ну, во-первых, когда ваш менеджер или вы смотрит на какой-то дашборд, который вы ему старательно создали, перегнав данные из одного сториджа в другое и все такое, он такой думает, блин, а могу ли я этим данным доверять? И вот Data Quality может и ответить на этот вопрос, может он доверять этим данным или нет. Например, растут продажи в течение трех месяцев последних, а в четвертом месяце упали. Это у нас продавцы плохо сработали или что-то там дата-инженеры накосячили? Кому звонить? Продавцам, дата-инженерам или тем, кто нам эти данные собрал? И поэтому Data Quality это все отвечает. Из первого вытекает, я уже про это немножко сказал, да, мы можем делать какие-то более осмысленные, более серьезные выводы. То есть не будет у нас такого, что мы, не знаю, там наймем еще людей или уволим людей, мы будем, ну и потом окажется, что мы зря это сделали. Мы будем работать именно, принимать решения именно правильной основы на тех данных, которые у нас есть. Data Governance это процесс у менеджмента данного, управления данными, такая большая-большая наука. Так вот, Data Quality на самом деле является частью Data Governance. Ну и, как я и сказал, когда вам менеджер будет звонить, и вы будете судорожно дебажить ваши там пайплайны без Data QA, и потом вы обнаружите, что проблема-то была в данных, а не в вашем пайплайне, вы таки скажете, ну вот если бы у нас был Data QA, то бы он не сэкономил время, а значит и деньги в вашем компании, потому что все мы суперкрутые специалисты, и у всех у нас большие зарплаты. Ну и, да, Евгений в прошлом докладе, помните этот график, да, с Databricks показывал, что именно качество данных, правильные данные, они стоят в основе принятия вашим решениям. Да, какие же есть основные ошибки в данных? Ну, как они туда попадают, это такой долгий вопрос, ну, может, там руками кто-то неправильно завел, либо вы там неправильно что-то смержили, две базы данных, или вам кто-то что-то не так продал, но тем не менее. Какие есть основные ошибки, с которыми вы можете столкнуться? Первый самый – это пустые значения. Ну, представьте, что вы… почему, опять же, это важно, почему это основная ошибка? Потому что, например, вы покупаете… Я как будто немножко плюю, да, в микрофон? Нет, это я столько слышу. Значит, буду вот так держать тогда. Значит, вы покупаете базу данных, платите за каждую строку, там, миллион долларов, да, оказывается, что у вас половина строк пустые. Либо у вас половина строк дубликаты. Ну, все, это уже ошибка, да, неправильные данные, все такое. Выход за какой-то предел, ну, к примеру, у вас должна быть база, где вы собрали всех школьников, например, да, и хотите сделать какой-то анализ. А оказалось, что у вас либо там старички… Подождите, во сколько школа заканчивается? Я в 2000 году закончил школу. Да, 18-летние старички, да, или там 5-летние молодые люди и девчонки. Вот, ну и формат. Формат тоже довольно часто распространенная ошибка в базе данных и вообще в данных. Ну, например, там неправильный формат телефона, неправильный формат имейла и какой-то непонятный формат даты. Например, вот в этой картинке, да, 0201-2023, что это? 2 января, либо 1 февраля? Да, это хороший вопрос. Если вы думаете, что это вообще такой пустяковый вопрос, то на следующем слайде я нашел вот такую статью, что да, да, семью в Испании арестовали и там 2 года вели дело из-за распространения порнографии, за то, что там полицейские даты перепутали. Ну, формат даты. Так что все довольно серьезно. Итак, вы как дата-инженеры, как же вы можете пофиксить, а не пофиксить, как же вы можете найти даты? Вообще, на самом деле, есть такая теория, что дата-инженеры не должны заниматься датой квалити, должны специально обученные люди этим заниматься, но тем не менее. Руками, написав различные SQL-запросы, там довольно сложные какие-то, да, вы можете все это найти, построить свои собственные велосипеды. Но я как тестировщик вам скажу, что не надо писать свой велосипед. Есть тулы, отлично. Да, есть куча тулов по дата-квалити. На самом деле, дата-квалити – это довольно зрелая такая наука отрасли, поэтому там нагенерили тулов. Они есть платные, есть бесплатные, есть написаны на разных языках, есть, которые вам могут генерить там тесты, которые не могут вам генерить тесты, те, которые позволяют вам писать там в XML, как без знания всего. Ну, в общем, их там полно. Но сегодня я вам расскажу про два. Так как мы ограничены во времени, я не хочу вас утомлять, я вам расскажу про два. Но перед тем, как перейти к рассказу об инструментах, я вам хочу сказать немножко про мои ожидания от инструмента. Значит, какие ожидания? Ну, понятно, что при выборе инструмента я смотрю на… Значит, сам первый – это, конечно же, язык. Язык, на котором написан инструмент. На самом деле, все тесты пишутся на… Ну, большинство тестов пишутся либо в XML, либо в YAML файлах, либо в JSON. Но когда я работаю с инструментом, а я люблю open-source инструменты, то понятно, что хочется, чтобы они были написаны языке, который я знаю, который мы, как все дата-инженеры, ну, большинство дата-инженеров знает. А второе – это то, что кто любит писать тесты? Вообще там, о, круто. Ну вот, для всех остальных в инструменте должен быть такой механизм, который сам за вас напишет тесты. Он посмотрит на ваши данные и такой скажет, ну, здесь, в общем, парень или девушка должны быть такие-то тесты. Но мы же… Ну, он вам напишет такие либо простые, либо какие-то более-менее сложные, но когда вы захотите писать тесты более бизнесовые, то вам надо уже самим писать проверки. Вот, поэтому custom expectations тоже должны быть. Вот, все результаты тестирования должны быть понятны нашим менеджерам, либо нам самим, да, потому что, ну, тестирование – еще одна из задач тестирования – это предоставлять своевременную, честную и полную информацию. Поэтому отчеты красивые, чтобы… Ну, вообще, мы все должны думать о том, что наш менеджер должен утром вставать, включать свой огромный, там, 50-дюймовый, там, телевизор, да, и наливать себе кофе, включать канал и видеть всякие дашборды, как у него, там, его проект движется. Вот. Ну и цена. Не хотим платить много денег, как инженеры и как компания, хотим бесплатное и свободное ПО, но помним о том, что за свободное ПО мы платим своим свободным временем. Окей, давайте. Первый инструмент – это Great Expectations. Инструмент написан на Python. Это не очень такой здоровый и многокомпонентный фреймворк, наверное, не знаю, инструмент. У него есть все, что нам нужно. Вы видите, все галочки зеленые. Это не просто так. И, значит, он может вам профильнуть ваши данные, сделать профайлинг ваших данных и написать за вас тесты, которые будут вам сказать, что у вас не должно быть нулей, у вас не должно быть дубликатов, рейнджи вам проверят, вам проверят, ну, практически все основные ошибки, которые я перечислил. При этом у Great Expectations 290 дополнительных всяких проверок. Вы можете их выбрать из их галереи. Но если вам этого мало, вы можете написать свои собственные Expectations. Ну, не знаю, вам нужно проверить, что четыре базы данных содержат какие-то там одинаковые значения. Great Expectations этот может. Есть репорты. Вообще Great Expectations позиционирует себя как документация, как инструмент для документирования ваших данных. Поэтому у них прямо там есть Docs. И, да, это open source. Это бесплатно. Сейчас они релизят Cloud, где ничего не нужно будет настраивать. Нужно будет просто загрузить свои данные и за вас все сделают Great Expectations. Тесты пишутся на Python. Можно писать на Python. Я вам тут показал, ну, с задним рядом привет. Да, да. Но не видно. Но презентация будет доступна. Так что вы посмотрите. Вот. И, значит, тесты можно писать в Python. Ну, такой Python стиль. И также можно писать, вообще по-современному, у них считается писать в JSON. Все очень просто. Вы загружаете какой-то себе датасет и пишете проверки. Все довольно просто. Как в книжках. А, не, не сразу. Да. И, значит, какие плюсы у Great Expectations прям такие очевидные, когда он начнет им использоваться. Огромная комьюнити. 9 тысяч звездочек на GitHub. и почти 10 тысяч участников в их Slack. Причем комьюнити довольно активно, отвечает на вопросы, помогают. У них есть специально обученные люди, которые это комьюнити развивают. Причем, я не знаю, я первый раз вижу, чтобы были там сеньоры de Freo, да, там middle, и там всякие люди, которые отвечают за Grow Community. Куча интеграций. Действительно очень много. Почти со всеми, естественно, базы данными. Со многими оркестраторами Great Expectations интегрируется. И с некоторыми observability toolами, например, с Open Data Discovery платформой тоже интегрироваться. Такая есть платформа, крутая, обязательно попробуйте. Какие минусы? Ну, минусы в том, что так как инструмент довольно большой, то в него надо въехать. И многих это отталкивает. То есть они начинают… Несмотря на то, что Great Expectations есть пла, который вам поможет быстро-быстро все засетапить, но когда дело доходит до продакшена, то там надо, да, не укавлю и ничего от вас не скрывая, нужно посидеть, подумать. Но при этом есть… Ну, при этом, когда вы преодолеете этот горб обучения, то дальше все пойдет как по массу. И очень много жалоб, ну, как много, наверное, процентов… три от всех сообщений в Slack'е, то, что люди жалуются на перформанс. У них… Ну, когда вы начинаете что-то проявлять, что-то большое, то начинает подтормаживать. Но я думаю, что просто люди не умеют его готовить. Ну, там, не знаю, есть у них очень большой датасет, они там продолжают использовать Pandas, они… Ну, не переходит на Spark, например. Вот. Но, тем не менее, да, давайте перейдем к следующей ту. Это DQ. Двойное название DQ и AWS Glue Data Quality. Объясню потом, почему. Вообще, это было… Когда я познакомился с DataQA, когда мы в проект все решили делать DQA, DQ это был первый инструмент, на который я обратил внимание. Написан он… Тоже почти все галочки. Написан он на Scully, был первоначально, но потом ребята… И написан был Amazon. Но потом ребята под давлением Community написали еще и на Paisepark. И это реально был… Community прям очень сильно требовало. Самое крутое – Rusoggestions. и среди всех инструментов. Может вам… Ну, у них там довольно такая мощная теоретическая база под это все подведена, поэтому он довольно круто вам напишет тесты. Ну, вот. Можете тоже писать различные кастомные expectation, которые у них есть. И минусы – это то, что нет репортов. просто JSON или XML к вам приходит на выход. Поэтому, ну, можно допилить там, но это не проблема. Но репортов из коробки нет. Тоже, хоть и говорится Scala, но Scala там по минимуму на самом деле. То есть, вот справа, опять последний рядам привет, справа написано, как… Ну, приведено, как это все пишется, да. Просто вы через точечку набираете различные проверки. Поэтому там… с калами. Но есть другое. А, да, плюс-минус почему? Потому что сам DQ бесплатный, а вот AWS Glute Data Quality платный и при том, что довольно сильно платный. Какие плюсы? Несомненный плюс, который прям бьет все остальные тулы, это anomaly detection. Довольно часто люди, которые сталкиваются с Data QA, говорят, а вот мне нужно anomaly detection, мне нужно anomaly detection. Вот. Ну, хотят люди anomaly detection. Что пойдешь? Вот у DQ он есть. Из минусов только Spark. То есть, если у вас нет Spark, вам придется его завести, если вы захотите использовать DQ. И AWS Glute Data Quality это инструмент, который уже есть в AWS. И если у вас есть Glute, вы можете этим инструментом воспользоваться, но он довольно платный. Мы там считали, если у вас есть Continuous Data Capture, и вы будете часто запускать тесты, то там довольно дорого. DCO там такой нормальный. Итак, да, что же такое Data QA в Provectus? Вообще, да, у нас есть экспертиза, которая развивается. И несмотря на кризис, про который опять говорил Евгений, у нас 6 проектов готово. люди не совсем еще готовы к Data QA, поэтому так мало проектов. И мы работаем на AWS Stack, то есть у нас есть solution, про который я попозже немножко расскажу. Какие уроки мы вынесли, делая эти 6 проектов? Вообще, да, то есть для того, чтобы вам продать, и если вы в понедельник, сегодня пятница, да, в понедельник, завтра никто не работает, придете к своей компании, скажете, блин, нам вот Алексей в пятницу рассказал про Data QA, давайте Data QA делать. Вам нужно будет понимать профит. Ну, про профит я вам уже рассказал, поэтому можете себе будете копернуть и с ним прийти. Вот. Будьте активными, не ждите, что кто-то за вас что-то сделает. Ну, это вообще ко всем QA относится, так как я QA, я это всем так говорю, что QA это сервис, и поэтому мы должны постоянно что-то предлагать новое. И будьте гибкими, да, то есть не прийти как танк, да, ну, где-то там что-то поменяйте и все такое. Ну, такие бизнесовые lesson learned. И какие же, да, бенефиты? Команды, где есть Data QA, спит спокойно. Никакие менеджеры им не звонят ночью, не говорят, что у нас там даже борды сломались. Вы будете тоже спать спокойно. Вот. Естественно, что для компании, для вашего CFO это сохранение денег и времени. И любой QA, любые тесты, я вам открою секрет, это страховочная сетка под вашим приложением. То есть вы можете делать любые изменения, не боясь, что ваше там где-то что-то сломается. Поэтому так как мы строим, вы строите, но я тоже строю, да это какие-то продукты, да, то это тоже аппликейшены, поэтому тесты на данные тоже позволят вам менять эти данные и менять ваши пайплайны довольно безопасно. Итак, да, когда мы делали проекты, то мы не знали, как сначала, что вообще нам нужно, но на протяжении, когда мы копили эту экспертизу, то у нас родился такое решение, как Data Quality Gate. это инструмент для быстрого разворачивания, для быстрого разворачивания тестирования в пока что в вашем AWS. Из чего он состоит, пару слов скажу. Ну да, дата-сорсы, могут быть разные и все такое. Сам модуль дата-тестов. Что мы делаем? Мы делаем профилирование ваших данных, и вы делаете профилирование ваших данных. Потом на основе этого профилирования генерируем тесты. Помня о том, что никто не любит писать тесты. Есть такой инструмент «Аномалия». У них бизнес на этом построен, что они всем говорят, что никто не хочет писать тесты, мы за вас тесты напишем. Дальше мы эти тесты выполняем и делаем дашборты для менеджеров, которые любуются этим дашбортами, и для технических людей делаем метрики, которые потом они используют в своих там системах. Вы можете загуглить… Я специально не дал ссылку, потому что мне редактор сказал, что никто не читает ссылки, никто по ним не переходит. Поэтому вы в Google набираете «Data Quality Gate и Provectus», переходите в наш репозиторий и контрибуйте сюда. Итак, когда вы пойдете домой, что я вам дам? Во-первых, сдвигайте тестирование влево. Если у вас Data Pipeline, то понятно, что вам нужно начать тестирование данных, с которыми вы работаете, только после этого уже строить ваш pipeline. Иначе почему-то Data Engineer больше любят обходить ошибки, чем их фиксить. Я вот знаю, что я разговариваю с Data Engineer и говорят, ну у нас данные так себе, но мы вместо того, чтобы поправить данные, мы там написали пару скриптов, которые эти данные фиксят, и все, и живем спокойно. Вот. Нет, это неправильно. Вот. Это то же самое, что лечить симптомы, а не саму болезнь. Если вы… Нет, вот так правильно говорить. Я как коуч сейчас буду говорить. Когда вы захотите делать Data QA на вашем проекте, то начните с визуализации ваших данных. Посмотрите, что за данные вообще у вас есть, и что они из себя представляют. Уже что-то увидите. Увидите хотя бы outwire-ы. Имплементируйте простой тест. Пусть это будут проверки на нули, на дубликаты или на range. Это все довольно просто имплементируется. Запускайте ваши тесты периодически. Не должно быть такого… Вообще это ко всем тестам относится. Не должно быть такого, что тесты запускаются раз в день или ночью, когда вы идете домой. Нет, тесты должны запускаться постоянно. И чтобы поддерживать вашу мотивацию, фиксируйте… Фиксируйте… Исправляйте ваши… Да… Исправляйте баги на ваши данные сразу. Это поможет вам оставаться мотивируемым. Ну и да, используйте Data QA tools, то, увы, я рекомендую Great Expectation, потому что сам это использую. Вот. И в конце хотел вам еще раз напомнить, о чем я сегодня говорил, что Data Quality – это общая тема, то есть за нее ответственна вся команда, не только Data Engineer, но и менеджеры, QA, и особенно те, кто вам эти данные продает или как-то предоставляет. Да, еще раз, Data QA помогает вам сохранить ваши нервы, а вашим менеджерам деньги. И много-много-много есть инструментов для Data QA. И… Сейчас надо как-то так это, да? Делайте Data QA на вашем проекте. Все. Спасибо. Меня зовут Вильдар. Спасибо большое. Очень было интересно. Спасибо. Вопрос такой. Что значит Data QA в продакшн? Условно. Это как бы отдельный трек, который условно время от времени чекает данные или это вписан в единый пайклайн обработки данных и это много раз упоминалось именно про продакшн в том числе, вот именно в этом ключе, или это мы внесли изменения какие-то и заодно прогнали в начале в CICD какие-то тесты, именно в том числе на Data QA, или это все-таки действительно отдельный какой-то поток на анализ данных? На, ну, на QuA. Так, смотрите, я сейчас попытаюсь переварить ваш вопрос. Вообще, хоть и Data QA это тоже QA, но у него есть преимущество в том, что, да, вы можете безболезненно тестировать на продакшн, потому что Data QA ваши данные не меняет, оно только читает. Поэтому это не отдельный какой-то поток, да, это все встроено в ваш единый пайплайн поставки данных вашим пользователям. Вот. И я считаю, как некий пайплайнер, который втыкается там условно к вашей данной, просто там говорит ок, 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 не ок. Да. Ок, ок, не ок. Да, примерно и так. Ну, то есть вы, допустим, у вас есть там сырые данные, преподготовленные данные, да, ну, или там, как они там называются, там, что-то там golden, green, там и тому подобное, да, вот. И вот вы делаете проверки на каждом этапе, чем… А, то есть в каждом узле можно… Да, конечно, в каждом узле вы делаете какие-то проверки. У нас даже есть такое, ну, что вы, например, генерируете тесты на ваших сырых данных, да, и вы примерно понимаете, что, ну, там, статистически, статистически ваши данные не должны поменяться, там, переходя из одного узла в другой, да, и вот вы это все, ну, контролируете тем самым. Да, да, чем больше вы тестируете, чем чаще, тем лучше, тем у вас больше уверенности. Так, теперь все, спасибо. Теперь Сергей. Алексей, спасибо большое за конференцию, в первую очередь. За конференцию, это не мне, это Константину. У меня два вопроса и оба от toolchain, которые используются. Первый, вот в числе инструментов я не увидел SonarCube, казалось бы, флагман, это обусловлено data-driven approach или… Нет, SonarCube это не для data-qe, это, ну, это, кто-то его называет там quality-gate, то есть, это штука, которая какие-то метрики вам собирает внутри себя. Больше к коду относится к вальвизации и кода. Это не да-то. Да, но я думал, что есть пограничная область с этим связанная, потому что мы все-таки меняем мы код, чтобы поменять дату. Смотрите, есть несколько видов тестов. Тесты на данные, тесты на ваш код, это две разные вещи, то есть, вы можете, вы, точнее, может, вы должны тестировать ваш код тоже, но это другие тесты, это там могут быть юнит-тесты, интеграционные тесты, там системные тесты, там другие инструменты, если мы говорим про Python, то это там PyTest, например. То есть, нет, это немножко другая отрасль. DataKey – это другая отрасль, это две разные вещи. Обусловно DataDriven. DataDriven – это тесты, которые управляются данными. То есть, например, у вас есть один тест, не относится к DataKey, у вас есть тест логина, окна, и вот он один тест, ввел логин, ввел пароль. И вот DataDriven – когда вы подставляете различные значения для этого теста. Вот это DataDriven тест. Спасибо большое за ответ. И второй вопрос был по поводу, как вы визуализируете данные? С какими инструментами? Мы визуализируем… Мы не визуализируем. Вот. Мы QA… Но вообще для мониторинга мы используем QuickSight. Спасибо большое. Ну, есть куча инструментов для визуализации данных. Я просто не помню сейчас. Алексей, спасибо большое за доклад. Пожалуйста. Очень интересно, потому что тема для меня близкая. В свое время поработал тем людям атаковать инженером. О, круто. Вот. И очень много вопросов, но задам такие самые, наверное, интересные для меня. Первое. А вся история про data quality всегда упирается, вот, наверное, в большей степени про аномалии, потому что, когда… Короче, data quality аномалии это, наверное, самый ключевой момент, потому что нулы там нулами это заметят легко и сразу, а когда у тебя пришло… У тебя каждый день приходит по 10 миллионов записей, а сегодня пришло 8, и там в 100 тысячах нулы, где не должно было быть, модель неправильно обучится, сделать неправильные предикты, и все наши старания data quality и все стороны всей команды идут на смарку. В great expectations, я так понял, нету аномалити. Но при этом возникает сразу второй вопрос. Я просто в свое время пилил data quality систему, и я пилил через… Я использовал great expectations как некое место сбора базовых метрик, просто каунты, там, подсчетчики, и потом использовался самописный анализатор логики, типа, там, самописный инструмент, который проверял вот как раз и аномалии, да? Вы к этому сами, как-то, не знаю, пришли, не пришли, будете, не хотите ли что-то такое сделать тоже? Да, короче, в недрах провектуса рождается проект, где тесты будут генерировать email, чат GPT. Конечно, вообще, на самом деле, все тестирование это поиск аномалии, да, когда все хорошо, это, ну, и тестировщики не нужны. Вот, поэтому я и сказал, что очень много людей интересуются, есть ли аномалии detection в great expectation, но в great expectation нет. Вот, там можно построить кастомное, что, типа, ты там за один день собрал метрики, за второй день тоже собрал метрики, их сравнил, да, но из коробки нет. А вот в DQ есть. И второй вопрос, это, я сталкивался в свое время с такой проблемой, что, окей, мы сделаем классные проверки, на них никто не смотрит банально, и, как бы, в итоге появилось, как будто бы, желание, ну, что нужно как-то это алертить, то есть, условно, есть дата овнеры, и если у него в табличке что-то сломалось, мы это проверили, нашли, и мы ему что-то там засылаем. Вы как-то что-то такое реализуете? Смотрите, у нас есть несколько видов алертинга, мы можем там в Slack и на почту, также у нас есть обязательно, вот я еще раз говорю, что вообще все QA это то, как вы информацию донесете, поэтому вам обязательно нужно на ваши дашборды добавить такой светофор, который будет вам говорить, ну, не вам, а вашим менеджерам говорить, допустим, если он красный, значит, все данным нельзя верить, не смотри, желтый, ну, более-менее, там, ну, на свой страх и риск, и зеленый, это все, может данным полностью доверять, вот такой алертинг мы делаем. Алертинг, что делаете? Мы собираем метрики, а, через этот, CloudWatch. А он смотрит в какую-то базу, где собраны метрики? да, я вам покажу после презентации, ну, я говорю, вы зайдите на Data Quality Gate, и там есть архитектура. Окей, хорошо, спасибо большое.